Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители канала, с вами Мегакул, мы продолжаем Тронбрекер The Witcher Tales, и пора бы нам закончить Эйдирн. Как считаете, тут осталось всего лишь парочка событий, две головоломки, интересное место вот сюда, скорее всего, сходим на какой-нибудь бой деревни, и вот уже вот здесь вот у нас находится Эльдерсберг, где Димавент нам что-то предоставит армию, помощь. Поможем ему отбиться от неэльфгардцев, ну и что у нас тут? Кто напал? Эльфгардца? Эльфы обычно говорят, что Дхойны подражатели, что единственное их умение это повторять за другими расами, в этом есть доля правды, но есть одна область, где людям сложно отказать в новаторстве, все, абсолютно все они могут превратить в оружие. Уничтожьте всех разносчиков заразы и все коровьи туши, не дайте ни одной коровьи туши взорваться на вашей стороне, это, я так понимаю, связано с том, с тем, что мы находили инфу о том, что они, короче, собирали гнилые трупы, и потом отвозили их к артиллерии, и пользовались ими как снарядами, короче, просто жесть. Не дайте ни одной коровьи туши взорваться на вашей стороне, короче, уничтожить. Ёлки-палки. Разносчик заразы, в начале каждого второго хода создавайте коровью тушу в противоположном ряду. А коровья туша, перемещать этот отряд на другую часть поля каждый раз, когда он получает урон, завещание, если этот отряд находится на стороне мэвы, он проигрывает битву. Она проигрывает битву, так я и так нахожусь на... Что? Когда он получает урон? Ну, то есть... То есть... На поле, на другую часть поля, то есть мне по-хорошему сдвинуть их, короче, куда-то... Куда-то. Я правильно понимаю? Звучит так себе, создавайте коровью тушу в противоположном ряду, ну типа смотри, вегенбург. Допустим, я про- я просто экспериментирую, типа... А ты получал когда-нибудь камнем по зубам? Хм... Когда он получает урон. Ну, другой, имеется в виду, я могу их подвинуть, да? То есть, типа, я могу сделать раз, два, три, и они... Ой, они съехали вообще. М-м-м... Я понял. Ну и, соответственно, я так сделать не могу, то есть, типа, мы проиграли. Оно не сработало, потому что я, типа, добил их, и... Ну, просто завещание, если они взрываются на моей стороне, то мы проигрываем. Это, типа, не считается или ещё? Это было странно. Но, допустим, я реально не понял. То есть, по идее, должно было сработать завещание... И я должен был проиграть, потому что я их уничтожил на своей стороне. Я, типа, буквально был готов сдаваться. Ну, ладно. Как-то это работает, наверное. Очень странное условие, бедуэй. Не знаю. Это было странно. Госпожа, в сарай мы нашли нескольких истощённых крестьян. Их кожа покрыта гнающимися язвами. Похоже, что все поражены какой-то страшной болезнью. Они умоляют оставить им золото, чтобы купить какой-нибудь еды. Их мучают голод и жажда. А работать в поле они не в силах. Я не откажу несчастным, да им всё необходимое. Или пусть избили их и осмотрят. Может, удастся вылечить их и пополнить наши ряды. А, да, потому что мне мораль не нужна. На данный момент. Я там могу что-нибудь апнуть? В смысле, апнуть-то я могу. Надо ли оно мне? Бомбомётчик плюс. Сыграйте огонь в ряду противника и удвоите вероятность, которая наносит урон вражеский. О, господи. Это же просто сказка. Это просто восхитительная карта. Я обожаю эту карту. Эти-то понятно, этих просто больше стало. Ну, типа, где он, господи, вот он. Удвоите вероятность, которая наносит вражеским урон отрядам. Господи, 66%, это ж не 33. Оно же теперь реально будет работать. Офигеть. Почему я раньше этого не увидел? Так, как мы пойдём? Мы пойдём вот так. Типа, здесь, скорее всего, увидим какой-то квест, который меня приведёт сюда. Давай сначала вниз. Вот, ну, а и Дирн, всё. Вторая глава тоже. Гора трупов. Королева, и Дирнсы, должно быть, отступали в спешке. Бросили свои палатки, а босс даже часть наряжения. А босс, даже часть наряжения. В ставке командования мы кое-что нашли. Вы наверняка разберётесь, что с этим делать, госпожа. Влите избыль, наложите берегающее заклятие и откройте сундук. Это артефактная компрессия. Эта карта готова. И что, я могу теперь колдовать трис? Что оно делает? Но обратите вражеский отряд в нефритовую статуэтку и переместите его в руку. Сдерживание чемпиона нельзя выбрать как цель. Странная карта, не понимаю, как работает, экспериментировать, желание, честно говоря, нет. У меня очень круто собранные трофеи. И без этого. Гниющие непогребённые тела не только привлекали чудищ, но и сеяли заразу. И если от падальщиков ещё можно убежать, прогнать их, то как защититься от невидимого врага? От воздуха и воды, в которых проитаились медленная болезненная смерть. Уберите с поля все трупы. Уберите или убейте этого... Нанесите по три единицы урона смежным дружественным отрядам. Доспехи их не спасут. Ну, поехали. Соответственно, этих у меня может быть... Надо на своей стороне убивать. Чтобы я мог ставить. Вопрос в том... Угу. Достаточно одной стрелы. Вообще, я просто пытаюсь понять, в этом вообще какая-то логика есть. Или я просто... А! Да... Не, надо начинать со своих прям 100%. То есть, я прям беру и поехали. То есть, я убиваю свою линию. Потому что иначе, ну, проблемы. Доспехи их не спасут. Можно сделать вот так. Умрет этот, убьет этого. Убьет этого. Убьет этого. Это вообще, видишь, работает очень легко и просто, оказывается. Так. Живи пока. Ну, блин, по одному и тому же, серьезно, из всего вот этого спектра выбора. Типа, видишь? И я, короче, убираю просто тем, что... Минус четыре. Укажите мне цель. Уничтожить, 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 уничтожить. Вот. Да, и вот минус вся линия. Проблема в том, что делать со своей линией. Ну, кроме того, что то же самое. Потому что так-то, по сути, то же самое и надо говорить. Убиваешь, он наносит урон. Следующий ход. Доспехи их не спасут. Легкая фигня. Потому что, че, я, наверное, даже без верности уже разберусь. А, разобрался. Ну, типа, они должны расстрелять нормально так. Типа, они сейчас друг друга дезинтегрируют. Урон. 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 Отлично. Вот этот остался. Я забыл про него. Черт. Окей, ладно. Это простая головоломка просто. Я просто забыл, что этот придурок там есть вообще. Окей. Так, ну давай, да, все равно он начинает со своих. Достаточно одной стрелы. Они убивают сами себя. Соответственно, че, надо сейчас убить нижнюю линию. Арбалетчик, по вашему приказанию прибыл. Проблема в том, что, конечно, на это уведет. Да спи, ведь не спасут. Уйдут арбалетчики, но... Не, повезет. Блин, просто не заметить наличия придурка на линии. Это, конечно... Только я так умею, наверное. Там как-нибудь расстреляйте сейчас мне как раз двух ходов. Они сейчас случайно там не сделали? Почти сделали. Я неправильно сделал только что, потому что надо было стрелять вот... Типа сюда вставить изначально. Ну, типа... Да. Придурок. Мне не хватает, видишь? Там чуть-чуть... Чуть-чуть много арбалетчиков я трэш. Достаточно одной стрелы. Тык. 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 Когда же будет посильнее? Вот вы не можете смежных как-то попадать. Укажите мне цель. Арбалетчик по вашему приказанию прибыл. Доспехи их не спасут. Эти самовыпилились. И остается три арбалетчика на два ряда, но это... В какой-то степени рандом тоже на это влияет, поэтому давай. Помоги мне, рандом. Я могу его, типа, взорвать, но надо, чтобы... А. Если сейчас кто-нибудь из них попадет, вот в любом... По-любому из этого будет прям прекрасно. Да, вот отлично. Проблема, да. В том, что проблема есть. Достаточно одной стрелы. Укажите мне цель. У меня все еще не откадешилось. Зараза. Остается один. Арбалетчик по вашему приказанию... Давай я тогда делаю дополнительный выстрел, окей, типа... Типа пусть он сразу начинает. Мне как будто хода одного не хватает. Доспехи их не спасут. Как бы я хотел, чтобы это можно было уже пропускать. Да взорвись. Лирия! Просто это надо тратить в свою линию, потому что... Вражескую я могу через верность хотя бы пробивать отчасти. Достаточно одной стрелы. А свою нет. Вот эта вот вражеская тоже, видишь, как работает? Вот они сейчас настреляли неправильно. Не так, как мне надо. Вот ряд вообще не тронули. Просто потому что рандом. Типа вот я могу взорвать... Раз, два, три, четыре, пять у меня, да? Ну, это не поможет, потому что они стоят через одного все. Если бы они стояли хотя бы не через одного, а было бы рядом два по четыре, то все. Это было бы минус линия, мне бы всего хватило. А так хрен там. Мне надо, получается, снимать вот этого. Или там вот этого, неважно. Или можно было выстрелить сюда, снести этого, потом... Ну, может быть. Короче, я стреляю так и надеюсь на лучшее. Одну сюда, одну сюда. Ну. Ненавижу рандом. Меня додосит рандом, что я могу поделать? Достаточно одной стрелы. Рассчитывать на него точно нельзя. Это прям... Укажите мне цель. Запретно. Арбалетчик, по вашему приказанию привел. Хочется прям вот сюда стрельнуть, понимаешь? Прям целенаправленно уже сейчас. Доспехи их не спасут. На этих, потому что все равно уходит многовато. Настреляйте... Вот, все, вот. Вот этого достаточно. Это что-то, с чем можно хотя бы работать. Самоуничтожились. Все, теперь я могу со спокойной душой, наверное, даже начать снимать эту линию. И поехали. Смотри, первая команда делает вот так. К сожалению, они не по центру и нихера не сработало. Но сейчас рандом сработает и... И вроде как этот ряд должен умереть. Нет, он не умрет, потому что, опять же... Рандом! Работает, как всегда. Потрясающе. Укажите мне цель. Арбалетчик, по вашему приказанию прибыл. Как же душит. А я не выстрелил. Смотри, что они сделали. Они сделали мне подарок. Они убили мне вот эту линию прямо сейчас. Доспехи их не спасут. Быть того не может просто. Вот не верю. Тут двое. Теперь смотри. Этот снимает... Ну, давай, окей, вот эту линию. Их потому что по четыре. У них должно по три хп оставаться. Правдивая проблема. Вот бы сейчас вот в этого попасть. Нет, так не сработает. Как же не везет. Укажите мне цель. Не тех они, потому что они начинают расстреливать. И они реально расстреливают. Но они это делают не собранно, нифига. Арбалетчик, по вашему приказанию прибыл. Ну, по идее, все. Потому что... Да, стихи их не спасут. Это все ломается. Ты в этого, ты в этого и сам. Да, и вот так, все. Что-то это... Это было легко, но что-то маразм. Череп. Что делает? Череп. Опять. Слишком много тут украшений. В игре. Удалите любое число отрядов из вашего сброса. Затем нанесите всем отрядам в ряду урона равное число удаленных отрядов. Ну, это, конечно, прикольно, но... Что-то не... Это АОЕ сильное, да. Буду ли я им пользоваться? Вот это хороший вопрос. А, это база не левгардов. Не левгардов. Что было здесь? Чучело единорога. Любопытно. Что прикажете, королева? Забрать его? Понятия не имею, зачем бы он мог мне пригодиться. Едем дальше. Стоп. Это отсылка? К тому, о чем я думаю? Да нет. Да ну нет. Да в смысле? Отряд Мэвы ехал лесом, когда внезапно раздался протяжный голос рога. Один из наших лазутчиков. Спросила явно удивленная королева. Она повернулась в седле в сторону Рейнарда. Тот отрицательно покачал головой. Любопытно. Газкон, возьми несколько своих людей из тех, кто не бросается в глаза. Пусть посмотрят, кто там подает сигнал. И кому. Разведчики через минуту вернулись с рапортом. На соседней поляне разбили лагерь солдаты в мундирах Айдирна, подпоясанных черными кушаками с золотым солнцем. Командовал ими некий Фольбессон. Знаю я этого типа. Вмешалась Райла. Фольбессон перешел на сторону врага со своим отрядом еще в первый день войны. Ваше величество, еще одного такого случая может не представиться. Накажем этих предателей. И правда. Вы должны дать ясный сигнал, который услышит весь север. От Яруги до Драконих гор. Объявила королева. Тот, кто сотрудничает с захватчиком, заплатит за это головой. Готовьте отряд к наступлению. Райла кивнула головой. Она явно была довольна. Лирийские солдаты окружили указанную лазутчиками поляну. Минутой позже в небо взвелась горящая стрела, возвещая сигнал к атаке. Я просто имею ввиду, вселенная слишком узкая, чтобы пихать два манекена единорога, но он... Фольбессон был не единственным предателем на севере. Многие знатные нордлинги переходили на сторону врага, прелестившись обещаниями богатств и привилегий, или же испугавшись угроз. Трудно было удивляться этому, раз сами короли шли на сговор с захватчиками. Хэнсельтская двена, фольтост и стемерия. Чем дольше длилась война, длилась война, тем меньшее сопротивление встречал Нильфгард. Сократите до нуля число ходов перед побегом. Окей. Ничего не понял, но, наверное, сейчас загрузится и пойму. Отступление. Уменьшайте значение счетчика этого артефакта на один за каждый вражеский отряд, сыгранный из руки противника. Когда значение счетчика достигает нуля, Фольбессон сбегает, а Мэва побеждает в битве. А-а-а! А чё это он сбегает? Подожди. А с хрена ли это он должен сбегать-то? Ну, типа, я имею в виду... Странно. Формулировка странная. Я, по идее, должен его как бы поймать и убить. Чё это мы его отпускать-то будем? Я, наверное, вот так оставлю. Кто это? Королева Мэва? Оружие! Здесь чё, мне, по сути, надо просто сыграть 10 карт. Охранник, после двух ходов в начале хода увеличьте значение счетчика побега Фольбессона на один. В завещании сократите значение счетчика побега Фольбессона на два. У меня есть 5 урона? У меня... Каинда есть 5 урона. Почему бы этим прямо сейчас не воспользоваться, правильно? А ты получал когда-нибудь камнем по зубам? Вон! А если я так делаю, то... Левый, правый. То не работает. Из руки. Левый, правый. Из руки так из руки. Да ты серьезно, охранник Фольбессона? Ты думаешь, тебе это поможет? У меня есть еще урон? У меня есть еще урон. Здесь 10. Если он поставит их рядом, я могу их сдвинуть в одно место и взорвать просто сразу. Так, ну ладно. Окей, давай. Не нравится мне это. Просто после двух ходов он это делает, поэтому чё тут? Это из руки? Окей, они есть. Это из колоды. Так вот, сапоги жмуть. О, это... О, подожди, так... Этот человек многое перенес. Секундочку. Типа, минус 4. Плюс пантаон у меня. Два хода. У меня остается двух сыграть, да? Да все, он не успеет восстановиться-то. Один. Следующий ход он его не бафает, и следующий ход, как бы я такой... Ставлю любого юнита абсолютно... Типа, барабанщика, и такой оп, нуль. Госпожа, пощадите! Мы сдаемся! Очень было сложно. Предатели, вынужденные сражаться по правилам военной науки, познали превосходство лирийского оружия. Мэва собственноручно вышибла Фальбессона из седла, а затем подняла его за брало. Лицо, которое она увидела, вызывало скорее сочувствие, нежели ненависть. Фальбессон был стар и болен, что было видно по его покрытой лишаями кожи. Старый рыцарь с трудом поднялся на колени, после чего вскинул руку в умоляющем жесте. Ваше Величество, окажите милосердие. Нильфгардцы принудили меня к измене. Они грозили мне пытками. Мэва чувствовала на себе взгляды солдат. Они ждали ее решения. Как поступит она с изменником? Действительно ли она велит его казнить в назидании остальным? Я распускаю твой отряд, Фальбессон. А ты отдай свой меч и скатертью дорога. Изменник бросился в ноги королеве. Госпожа, вы проявили великодушие, достойное выдающейся владычицы. Тысячу раз вас благодарю. На запад отсюда лежат мои земли. Навестите меня. Я устрою пир горой в вашу честь и принесу щедрые пожертвования на дальнейшую борьбу с врагом. Мэва велела Фальбессону подняться на ноги. Лирийские солдаты нехотя расступались перед уходившим предателем. А когда тот поравнялся с черной Райлой, та плюнула ему под ноги. Я временами боюсь просто валить всех налево и направо, потому что мне почему-то кажется, что вот потом мы, очевидно, вернем себе королевство и так далее. Мэва как, короче, начнет убивать всех налево и направо просто потому, что там я делал это сейчас. Она решит немножко сменить тактику правления. Короче, станет супер-мега-жестокой королевой. Ну, типа, мне это немного не нужно. Поэтому... Давай-ка не будем, окей? Мне, кстати, немного интересно, сколько я собрал, а точнее, сколько я пропустил золотых сундуков. Два. Один в кладу, в смысле, в карте сокровищ, второй еще есть шанс найти, потому что карта не закончилась. Отряд Мэвы достиг владения ловушка. Изменника, которому королева даровала жизнь. Тот принял королеву с почестями, в парадных одеяниях, держа в руках поднос с хлебом и солью. Госпожа, высшая честь для меня принимать вас в моих скромных чертогах. Милости просим. Поросенок уже жарится на вертеле. Сейчас я пошлю в погреб за лучшими винами. Еду его не есть. Мэва, которая неделями питалась только солониной и кашей, склонна была принять приглашение. Однако, черная Райла была сильно против этого. Королева, простите, если обижу вас, есть со стола предателя, это глупость. Не делайте этого. Не, я даже немного не про это. Не в плане того, что есть там со стола предателя, что-то дело чести. Отравить может? Может. Ловушку устроить может? Может. Мы к тебе не пойдем, друг мой. Последовав совету Райлы, королева отвергла приглашение Фальбессона. Тот, явно огорчившись, проводил Мэву до границ своих владений. Еще раз благодарю вас, госпожа. Сказал он, наклоняясь к королевской руке для поцелуя. И клянусь, что с этих пор я буду поддерживать Север всем, чем только смогу. Мэва кивнула головой и отправилась в путь. Она размышляла о том, сдержит ли старец данное слово или наденет одежды, украшенные императорским солнцем, как только лирийцы скроются за горизонтом. Я просто не знаю, я смотрю на вот эту фотографию, ну и как-то... Фотографию, да, на этот рисунок, и... Ну, как-то он... Он не внушает доверия. Какая жалость! Ваше Величество! Видишь, как он говорит? Он как будто развести пытается. Он такой, Джокер хочет обмануть меня. Мало-то он знает, что Мэва самая разумная владычица Севера. Хрен, что отдаст и хрен на что поведется. Так, что происходит в этой деревне? В этой деревне все плохо. Естественно, пожар. Тут вон что-то можно найти. Где-то может... Тут можно откопать золотой сундук или найти его, не? Ну, у меня денег много, мне деньги-то особо не нужны. Ваше Величество. Ядернсо оставили город, но в казематах под ратушей все еще сидят заключенные. Видимо, они их забыли. Как с ними поступить? Можно забрать их в армию, но подозреваю, что это будут не слишком дисциплинированные рекруты. Мне так с моралью проблема. Хуже не станет. Ну что? Альдерсберг. Альдерсберг сдается, госпожа. Сказал один из беженцев, беспомощно разводя руками. Внутренние стены пробиты. Король еще держит оборону в старом городе, но черные берут верх. Поворачивайте назад, пока не поздно. Нам некуда вернуться, добрый человек. Сказала королева, а затем пришпорила коня. За мной! Королева пустила коня таким галопом, что ветер выжимал слезу у нее из глаз. Вслед за ней мчалась вся лирийская кавалерия. Кракт загудел от копыт, а беженцы выступались по сторонам, уступая дорогу спешащих сальвиков. Быстрее! Быстрее! Скоро перед их глазами возник Альдерсберг. Над городом вставала алая заревая. Ветер доносил оттуда вопли и лязг железа. Золотое солнце Нильфгарда быстро обращало в пепел некогда величавый ход. Отряд Нильфгардцев преградил лирийцам дорогу. Мэва даже не замедляя хода обезглавила пехотинца, который пытался стащить ее с седла рогатин. Голова в крылатом шлеме покатилась по земле, оставляя за собой кровавый снег. Полноценный бой? Сюжетная битва. Захватчики сперва недооценивали отряд лирийцев. В конце концов, нильфгардцы были лучше вооружены, лучше обучены и, что самое главное, значительно превосходили лирийцев числом. Но этот перевес быстро стал уменьшаться. Черные падали один за другим под ударами пехотинцев Мэвы. Нильфгардский командир, не веря собственным глазам, затрубил, призывая подкрепление. Но думаю я, что не хватит этой битвы одной, чтобы отбить Эльдерсберг. На минус морали сильно, наверное, хуже это прям не сделает. Хотя, конечно... Проклятье! Не смей меня останавливать! Только не сейчас! Ну, все купят РД из руки и колоды. Мм. От чего я получил урон? Нанесите вражескому отряду урона равное общему числу ваших дружественных отрядов. Понимаю. Так, надо как-то убить вот этого. В принципе, минус 2, минус 3. Что-то типа того. И он сразу сбросит всех? Сюда давай. Он у него был один. В войсках мне делать нечего. Отлично. Твоя жизнь теперь принадлежит мне. Так. Два раунда. Не забываем. Могут быть пасы, может быть абсолютно все, что угодно. Непредсказуемая херня. Надо было слухать мою бабу. Бомбометчика экономим как можем. Хорошо. Будет пытаться убить, будет пытаться убить. А я не защищу, к сожалению. Да, я не отобью. После одного хода, в начале хода, призовите копию этого отряда из вашей колоды. Да без проблем. Вызывай всех. Ну, проводник, скорее всего, умирает. Хотя можно... Он сейчас пасанет. Ну да, слишком большой перевес у меня. Оно и логично. Я вот думаю сходить. Может, панталоны вернем? Не, я верну его в колоду. Это бессмысленно. Его из сброса можно вытащить? Нет, из колоды. Кого забираем? Барабанщика? Барабанщика забираем тогда. Я просто, чтобы у меня карта пришла вот эта. Угу. Чтобы он все-таки сработал. Так, у него раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. У меня раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, и пантаон, к тому же, остается, да, он же, стойкость. Его нет смысла. Убирать. Синер. Вот теперь-то можно начать из бомбометчика, который что делает правильно? Использует способность на шестьдесят процентов. На шестьдесят шесть процентов, да? Шестьдесят? Шесть процентов. Просто сказка. Мудрый выбор. И они, оффкорс, ну, как бы не получат урона, там, никто из них. Это же та самая игра. Которая это происходит. Левой, правой. Левой, правой. Ооо. Хорошо, хорошо. Я, ой, я завязаю, у меня еще, у меня гром есть. Я делаю больно. От села и дожнила не каждому быть живу. Вот прачники, конечно, не вовремя у меня. Давай всадника, который, наверное, будет стрелять по империи. Видишь, как хорошо горят. С прачниками неудобно. Можно второго бомбомячика вызвать. Но можно выиграть и этот раунд, и можно не дожидаться следующего. Типа, Райло просто сделает огонь сюда, я смогу нормально прачников использовать. А пока что урон сюда. Чтобы эта тварь не стреляла. О, господи. Укрепляйте этот отряд на две единицы, если он находится в руке колодели на поле, каждый раз, когда в дальнобойном ряду появляется вражеский отряд. Ты издеваешься? Почему я только сейчас об этом узнаю? Ну ладно. Так, где мой бомбометчик плюс? Давай-ка еще и сюда. И сразу можно прачником двигать придурков. Типа того. Дисциплина, вот чего вам всем не хватает. Но сильный это как бы у тебя не отнять. Однако поможет ли это тебе? Хороший вопрос. Сколько там урона? Незер! Нет, он не победит. Бомбометчик на 66% это имба. Вообще мои карты имба. Как только у меня появились карты, которые могут атаковать, прям сказка. Мне просто интересно, это сработает? Да, это сработает. Это сработает. Не, Нильвгарцы, бегите из этого города. Просто бегите. У вас настолько нет шансов. Сейчас смотри, он еще... А, ну да. Хотел сказать, догорит. Силен. А ты получал когда-нибудь камни по зубам? Все. Официальная победа просто только что произошла. Пас. Вот это проблема, да. В том, что сейчас боев будет несколько, это проблема. Лирийцам удалось разбить Нильвгарский батальон. Один из многих осадивших Альберсберг. Лазутчики привели королеве пленника, отбитого у захватчиков. Мева начала расспрашивать его о положении в городе. Черные убивают всех. Король велел вывезти жителей, госпожа. Но сам отказался бежать. Он со своей гвардией забаррикандировался в старом городе. Там стены еще целые. Сказал, что будет сражаться до последнего. Мева размышляла, что ей делать. Тимовент, которого она приехала просить о помощи, сам нуждался в спасении. Силы Нильвгарда имели огромный перевес. У небольшого отряда лирийцев не было шансов выдержать осаду. Но отступить? Статься? Это было не в ее характере. Нильвгардцы не подозревают о подмоге. А, Райла. Ты знаешь, Альдерсберг. Отведешь нас в старый город боковыми улочками. Так, чтобы мы не нарвались на основные силы Нильвгардской армии. Воительница кивнула и, не дожидаясь дальнейших приказов, направилась в авангард колонны. Рейнард в явном беспокойстве проводил ее взглядом. Но что потом, госпожа? Мы лезем льву в пасть и... И надеемся, что он подавится. За мной! Что за мной? Мы идем дальше? А-а-а. Ничего себе. Стены пробиты. Нижний город в огне. Сотни. Тысячи раненых. Твоя матька, мечика. А отец воняет бузиной. Круто. Мастерская, да? Что я могу? Я могу просто дает возможность после каждой битвы увеличить армию на два отряда. Но это бред. 75-150 монет. Тоже бред. Не окупится в жизни вообще. Это я не хочу. Ну да, мне так-то особо тут ничего не надо. Конец главы. Вы приближаетесь к важному моменту своего путешествия. Решив продолжить, вы не сможете довести до конца любые незавершенные дела в этой области. Ну, я знаю, где я потерял один золотой сундук, где второй не представляю. Денег у нас много, поэтому не думаю, что это будет критично. Так что... Продолжаем. Черт бы это все побрал! Пользуясь замешательством, Мэва вместе с отрядом пробралась вплотную к стенам старого города. Защитники видели рийские хоругви, почуяли неладное. Но когда они заметили среди солдат Черную Райлу, сразу же опустили разводной мост. В старом городе было множество борделей и дешевых трактиров. Обычно по его темным улочкам бродили шкалеры и прочие искатели удоврузки. Теперь, однако, он кишел усталыми солдатами. Прибытие лирийцев явно их воодушевило. Воины из братских стран обнимали друг друга, обменивались байками. Король Айдирна Димовент тоже не скрывал радости от неожиданной встречи. Мэва, уж кого-кого, но тебя я здесь увидеть не ожидал. Ты прибыла мне на подмогу? Честно сказать, я прибыла за подмогой. Ну да, я слышал, что случилось в лирии. Постыдное предательство. Но, как видишь, и у меня не всю радость. Да, сложно не заметить. Я думал, мы будем сражаться с черными на равных, что мы сойдемся лицом к лицу. Две недели. Вот сколько им потребовалось, чтобы уничтожить армию, которую я создавал всю жизнь. Ваше Величество. Я не знаю, как сложится наша судьба, останемся ли мы в живых. Но я хотел сказать, что восхищаюсь вами. Да? Вы эвакуировали город, но отказались бежать сами. Вы сражаетесь до самого конца. Как герой. Да, разумеется. Король, как бы то ни было, должен служить примером для подданных. Особенно во время войны. Рейнард, ты слышишь этот гул? Грохот подкованных сапог оболыжник. Надвигаются нелевгарцы. Готовь солдат к бою. Так точно, госпожа. Ну ладно. А теперь, когда мы одни, что на самом деле происходит? Ты же слышала. Защищаю столицу, как герой. Димавент, умоляю, не морочь мне голову. Мы слишком давно знакомы. Почему ты остался? Эх, Мэва, столь же дотошная, сколь и прекрасная. Видишь это строение? Он там. Этот бордель? Пурпурная сорочка? Все верно. Так вот. Только ты не смейся. Я его клиент. Я бы даже сказал, завсегдатый. Одна из тамошних девиц, Дамрока. Ах, как она восхитительна. С ней я молодею. Скорее глупеешь. Димавент, идет война, а... Дай мне закончить. Дамрока забеременен. Ровно девять месяцев назад. Теперь понимаешь? Роды уже идут. Начались схватки. Вчера. Я не могу ее так оставить и не могу перевести. Значит, я должен удерживать город, пока она не родит. А потом что? Пригласишь нельфгарцев на церемонию наречения? Нет, моя дорогая. Здесь есть потайной туннель. Он ведет далеко за город. Как только повитухи перережут пуповину, мы дадим деру. Понимаю, ради ребенка пойдешь на все. Правда? Это даже забавно. Идет война. Моя страна в огне, а я... А я радуюсь. Что ж, я только надеюсь, что твои потомки доставят тебе больше радости, чем мне, мой сын. Госпожа! Король! Нельфгардцы атакуют! Мэла, мы должны выстоять пару часов, не больше. Сделаю все, что в моих силах. Ну и бред. Повитухи советуют предоставить роженице покоя и чувство безопасности. У Дамроки не было не такой роскоши. Открывая глаза между схватками, она видела огненные снаряды, посланные нельфгардскими боевыми машинами, и мертвых солдат, которые сыпали со стен крепости. Скорее, шептала она происходящему в этот мир сыну. Скорее, мой ангелочек. Так, не обязательно, но убейте достаточно бригад на УЗика, чтобы Демовент сумел уйти. Особые правила, дополнительные карты. А достаточно это сколько? Ага, ооо. Блин, теперь это на моей стороне, мне это не нравится. Король Демовент, неубираемая стойкость, счетчик 15. Уменьшайте значение счетчика на 1. За каждую уничтоженную бригаду на УЗика. Когда счетчик достигает нуля, Мэл побеждает в битву. Завещание, ну да, Мэл проигрывает в битву. И это все на минус морали, господи. Блин, вот ворота замка я бы лучше расхерачивал, потому что... Ну хотя... Неубираемая стойкость, после 4 ходов в начале хода уничтожьте ворота замка. Что? А. Ну похер, то есть они в любом случае это сделают. Так. Защищать короля! Мы должны их остановить! Нанесите 2 единицы урона вражескому отряду. Если уничтожить его, создайте огонь в его ряду. Нееет! В конце каждого хода перемещайте отряд на один ряду ближе к противнику. Вызывайте на дуэль случайный отряд на той же стороне. Аммм... Вот этих надо уничтожать. За каждую уничтоженную бригаду на УЗика. Блин. Это будет тяжело. Минус 1, да? Есть для нас кое-какая работенка? Хотя и есть, а как же! Так вот, запуги жмуть! Создайте на УЗика. Веселить дружесную машину, значит добавьте ей стойкость. О, кстати, Газкону будет очень хорошо в этой игре. Вот с этой тварью, конечно, проблема. Ну пусть ломает. Не, мне вот это вот не нужно. Это лишь мешает мне и не дает поставить сюда своих... Типа я и без этого справлюсь. Четыре единицы урона вражеском отряду, по две единицы урона смежным с ним отрядом. Ну, Газкон на 22 уже. Они хорошо двигаются, мне нравится. Так, что я делаю? Этих-то я сбиваю, это понятно? Чтобы они не подошли в жизнь. Это и 8 улучшения, взломщик рано. От села и дожнила не каждому быть живым. До свидания. Они все ближе! Помоги же мне, черт возьми! Все под контролем. Почти. Аль-миара. Мияльдая крупа. Как же хорошо Газкону. Как же хорошо Газкону. 24 усиления. А, у него, кстати, карты заканчиваются. Так что, в принципе, первый раунд-то я могу выиграть. Угу. Но он сейчас походит карты, у него они закончатся. У него будет пас. Я могу потратить это время, потому что у меня карта еще до хера осталась. Я могу на УЗик позбивать. Подохнуть решили все, что ли? Минус 3. Оу. Окей. Круто. Я знаю. Так, бомбометчика, наверное, домой. Потому что он будет еще поджигать, это точно? Этих в надежде, что сейчас хоть кто-нибудь из них. Или так. Смотри, остается 5 штук уничтожить. Это... Это нифига не сложно. Панталон! Вот за панталона... Я тебя уничтожу, гнида. Давай, Газкон на 36. Избель целительница на 71. Что ты мне сделаешь? Давай. Не жарко в такой куртке-то? А ты получал когда-нибудь камнем по зубам? Газкон, продолжаем. Тридцать девять. Восемьдесят си. Так, Димовен, живи, пожалуйста. Окей? Это прямо сейчас важно. Минус 2. Сейчас будет больно. Эти сейчас будут файтиться, но они правда умрут оба. Думан и Глайер! Они будут пытаться убивать Димовенда, потому что им как бы надо это сделать. А, и теперь ты типа у меня стоишь официально? Круто. Как тебя убрать-то? Ну, он нанесет свои четыре. Потому что по своим бить я не могу. Но он же, по идее, сейчас еще подставит, да? А, у него вообще пас. А он проиграл. Да, у него два дебила. Я их сейчас двигаю назад. Ставлю Гаскона. Не принимай близко к сердцу. Назад оба. Может быть, они умрут. От огня сейчас. И типа там как раз один ход, одна штука осталась. Да, все, победа. Блин, я так и не воспользовался целительницей на 102. Ну, круто было. Союзники объединили силы. Им удалось удерживать старый город до тех пор, пока Домропка не родила королю сына. Мальчик был здоровый и крепкий. И когда поветуха шлепнула его по спине, он завопил так громко, что заглушил шум битвы. Скоро после этого защитники ушли из города по секретному туннелю. Мильфгарцы в ярости от того, что сквозь пальцы у них просочился не один, а двое владык севера, сравняли Альберсберг с землей. Благодарю тебя. Если бы не ты, черные перебили бы нас всех до единого. Я хотела бы сказать, что ты ничего мне не должен. Но, по правде говоря, мне нужна твоя помощь. Помощь? Ты же видишь, моей армии больше нет. Мне нужно отступить, перегруппироваться. Отступить? Куда? Черные всю твою страну заняли. В Реданию. Меня примет Реданский двор. И что дальше? Ты будешь сидеть там и смотреть, как циркачи жонглируют яблоками, пока черные заселяют Айдирм своими колонистами? Мэва, нужно знать, когда дело проиграно, а когда начать контратаку. Нильфгард развернул фронт. Скоро настанет зима. Их сожрут расходы. Год, два. Тогда мы ударим. И окажется, что Империя — это колосс на глиняных ногах. Ты трус, Димовент. Обыкновенный трус. Может и так. Но имей в виду, что одной отвагой войну не выиграть. Нужны солдаты. А их у Нильфгарда попросту больше. Я так не могу. И что ты собираешься делать? Сражаться дальше, пока не выиграю. Или пока черные не разорвут меня на части. Боги, мне так жаль твоего мужа. Бедняге должно быть тяжко с тобой приходилось. Пока был жив, не жаловался. А теперь серьезно, Димовент. Ты правда не окажешь мне помощи? Никакой? Королевский указ. Две тысячи золота и пятьсот нам что-то древесины. Ну, я скажу солдатам, что если кто захочет, может-таки с тобой сражаться дальше. Но не питая чрезмерных надежд, они измотаны. Мало кто явится. Ну и вообще, знаешь такую поговорку? Чуть только нужда краснолюда суда. Знаю и эту, и много других. Но сокровищем народной мудрости я предпочитаю дельные соображения. Например, что общего это имеет с моей ситуацией? А то, что в неделе пути отсюда Махакам, А там тысячи вооруженных до зубов краснолюдов, которые могли бы повлиять на ход войны. Да, если бы не их равнодушие к людским конфликтам. Они нам не помогут. Да что там, они меня даже туда не впустят. Разве что, ты покажешь им это. Оловянное кольцо, символ дружбы, которое я получил от тамошнего старосты. Не скажу, что они примут тебя с распростертыми объятиями, но точно выслушают. А это уже кое-что. Что ж, я бы не отказалась от краснолюдских пехотинцев. Сделаю, как ты говоришь. По крайней мере, попробую. Отлично! Я дам тебе лучшего проводника. А точнее, проводницу. Райла! Да, Ваше Величество. У меня к тебе задание. Ты много раз бывала со мной в Махакаме и знаешь тамошние дороги. Отведи туда королеву Меву и ее отряд. Если таково ваше решение, я это сделаю. Я пошлю вперед гонцов, чтобы краснолюды ожидали вашего прибытия. А пока что... Удачи, Мева! Надеюсь, что когда-нибудь мы спляшем на кургане императора Эмгера. Хорошо. Но везти буду я. Ха-ха, разумеется. Прощай, королева. Мева покидала Альдерсберг в дурном настроении. Димавент не помог ей, а отправил в Махакам. Дорогу на запад сначала освещала зарево пылающего города, а затем догорающие развалины придорожных деревень. Было ясно, что война с Нильфгаардом разгорается не на шутку. Каждого незнакомца принимали как врага, а столь радушные прежде Альдернцы накрепко захлопывали двери перед путниками. Настроение в отряде было мрачным, и его не улучшил даже вид мелькавших в отдалении гор. Блуждая по пепелищам, Мева ступила на земли краснолюдов. Черная Райла провела королеву с отрядом крутыми горными тропами к Махакаму, родине краснолюдов. Среди заснеженных вершин их уже кто-то ждал. Райла, ты привела чужаков! Габар, позволь представить тебе Меву, королеву Лирии и Ривии. Ах, королеву? Ха-ха-ха! Ну что ж, тогда... Краснолюд не успел договорить, как в небе мелькнул черный силуэт. Все задрали головы и увидели дракона, который мчался в сторону горы Карпон. Это Кельтулис! Не бойтесь, он безобидный! Осторожно прервал молчание краснолюд, уже явно привыкший к таким необычным явлениям. А теперь садитесь, а то угощение остынет. Но этот... этот дракон... Диво, правда. Аж досада берет, что гады вымирают. Не следует ли тебе лучше заботиться о своих собратьях? Того и гляди, он сожжет Махакам. Кто, Кельтулис? Да нет, он и мухи не обидит. Живет с нами веками. Ваше Величество, вам сколько ложек? Не одной. Но благодарю за угощение, многоуважаемый. Эээ, да что там, просто габар. Рад с вами познакомиться. Габар. Представитель одного из самых влиятельных махакамских кланов, Зигринов. Он... своего рода провожатый. Для важных гостей. Очень приятно. Как я и говорила, благодарю за угощение, но сейчас у меня нет времени для бесед. Я должна как можно скорее поговорить с твоим владыкой. Не обижайся, но староста Брувер Гог сторонится встреч с людьми, даже с коронованными. Но если ты напишешь ему Дипешу, я мог бы... Димовент отдал королеве свой персень. А, но это совсем другое дело. Не многим людям мы позволяем перейти границу Махакама. Даже те, кого мы все-таки впускаем, должны оставить оружие у первых ворот, а вторые пройти с повязкой на глазах. Но ты прибыла с оловянным перснем, символом дружбы и доверия. Посему мы примем тебя как свою. Староста в эту минуту на перевале, занят хозяйственными делами. Идемте, я проведу вас. Хотя Габбар был на две головы ниже лирийских пехотинцев, он на удивление легко двигался по пояс в снегу, в то время как люди за ним скользили по обледеневшим скалам. Мэва и Райла шли последними. Хорошая возможность поговорить наедине. Я думала, ты презираешь нелюдей. Пока они живут у себя дома, они мне ничем не мешают. Я не люблю только тех, кто настырно лезет в наши города. По-тихому занимают места в армии, в гильдиях, в конторах. Некоторые прекрасно вписываются, занимают свое место. До поры до времени. От чужаков только и жди беды. Случай, что они мигом вонзят человеку нож в спину. Этот перстень... Откуда он у Димавенда? О, он получил его от самого старосты. Давно. Лет десять, может, пятнадцать назад. За что? Неужели вы не слышали эту историю, госпожа? Король Фольтест, который формально правил Махакамом, решил, что по ленному праву начнет брать с подданных налоги. Выслал сборщиков, а краснолюды раздели их догола, посадили в пивные бочки и спустили по склону с горы. Ну и ну, Фольтест, должно быть, разозлился. О, еще бы! Рассверепел! Он уже собирался послать в горы карательную экспедицию, но Димавенду удалось его отговорить. Староста передал ему в благодарность перстень. Да, теперь понимаю. Он спас Махакам от резни. Ваше Величество, если Димавенд кого и спас, то Фольтест и Тимерцев, а не краснолюдов. Сейчас вы увидите Махакамские твердыни, госпожа. Человеку их не покорить. Никогда. Тогда почему же староста поблагодарил его? Брувер хорошо понимал, что если краснолюды разобьют Тимерцев, те выместят свою злобу на нелюдях, живущих в Тимерии. Вот их-то на самом деле и спас, Димавенду. Какой дальновидный староста. Ха, и хитрющий, как старый лист. Когда вы будете с ним разговаривать, госпожа, будьте осторожны. Взвешивайте каждое слово. Райла, благодарю тебя за помощь. Я просто выполнила данный мне приказ до конца. Понимаю. А теперь? Наши пути расходятся. Я вернусь домой, где меня ждут новые распоряжения. Ты же знаешь, что Димавен заперся в Риданском дворе и до весны оттуда не высунется. Не хочешь ли остаться в моем отряде? Сражаться с черными? Нет, госпожа. Счастливого пути, Райла. Вам так же, госпожа. Королева и Райла с минуту стояли, сжав губы и пристально глядели друг на друга в последний раз. После чего воительница склонилась в придворном поклоне, быть может, слишком низком, развернулась и медленно тронулась вниз по склону. Мэва провожала ее взглядом, пока та не скрылась за сугробом. Затем королева отправилась дальше в путь, явно раздосадованная. Устраиваю было весело. У меня есть сведения, строго для ваших глаз. Это мне надо поговорить с ним у нас, или что? Обстановка в Махакаме стабильная, не меняется веками. Присутствие внутренней позиции, явной или скрытой, не обнаружено. Власть в Махакаме от имени кланов осуществляет староста Брувер Гоок. Внимание, вести переговоры с этим партнером крайне тяжело. Его трудно склонить к разговору, и еще труднее, каким бы то ни было уступкам. Единственное, что его интересует, это благосостояние Махакама и его жителей. Апелляция к другим ценностям, скорее всего, не принесет результатов. В текущих условиях войны, Махакам сохраняет полный нейтралитет. Ведет торговлю как с Нельфгардом, так и с королевствами Севера. Ваше Величество, как я и обещал, докладываю о ситуации в Лирии или Эревии. Ваш сын является королем лишь по титулу. В действительности, живуась находится в руках графа Коудвула и генерала Айбдаги. Из того, что я слышал, они оба хотят править единолично, что неизбежно приведет к конфликту между ними. Вскоре Нельфгард начнет вывозить крестьян с самых плодородных земель Лирии и Ривии и отправлять на их место собственных колонистов. Вильям пытается затянуть этот процесс, но генерал Айбдаги не преклонен. Молим богов о ваших успехах, Ваше Величество, капитан Тобиас. Никаких золотых сундуков нету. Так, а что это была за новая карта? Ну, в смысле, что краснолюд делает и вообще где он? Э? Вот он. Создайте и сыграйте карту Габор. Удар слева и Габор бездонный рюкзак. Та фак. Я не знаю, что он делает, но добро пожаловать в колоду. Посмотрим, узнаем, будет весело. Блин, ну обидно, конечно, Райл. Хорошая была карта. Так, прокачка открылась. Да, полностью. Ловушка до Велка плюс. Волучья Яма плюс. По три урона будет наносить Ривия Онагр. Вегенбург плюс. Адепт Казаритузы плюс. Алхимик плюс. Уменьшает на 25% расход лимита найма для отрядов, не для артефактов. Окей. И здесь увеличивает лимит найма до 300. Уменьшает стоимость создания отрядов за золото на 25%. Прибавляет одну единицу брони каждому вашему отряду в начале битвы. Дерево, да, не хватает? Так, это надо мне. Тут что у нас? Кобели из спалы. Размещение. Нанесите 5 единиц урона отряду. Если он находится в ряду с огнем, нанесите всем отрядам в ряду по 5 единиц. Всадник плюс. Нанесите 2 единицы урона. Прочник плюс. Наносят 4 единицы. Единицы урона. Барабанщик плюс. Сыграйте верхний отряд из колоды. Если это отряд Блиц, активируете способность повторно. Лирия, кавалерия. Сыграйте копию этого отряда из вашей колоды. Серый гонец плюс. Хорошо. Лирия, ланд, 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 ландскнехт. Верность, увеличите число зарядов на 1. Приказ нанесите по 1 единице урона вражескому отряду и всем вражеским отрядам с той же силой. Сапер плюс. Нанесите 4 единицы урона каждому. Было понятно. Гайдук, увеличите число зарядов на 1 у смежных способностей. Приказ. Здесь что? Дает возможность обменивать золото на древесину или рекрутов, а также древесину на золото. Это, кстати, круто. Надо прокачать вот это и вот это. Такая фигня осталась. Честно говоря. А королевский указ возьмите из колоды и сыграйте отряды Блиц. Две штуки. Двемиритовая бомба. До свидания. Так, а откуда у меня появилось внезапно 30 еще слотов? Я ничего не прокачивал. А, потому что уменьшает расход. Все правильно, да. Я не прокачивал размер, но я прокачал процент траты. Ну, мне некого ставить. Хотя у нас приказные... Это размещение. У нас приказные все еще не появились. Поэтому можно просто что, всадников поставить. Да, я ничего пока ставить не буду. Каких-то может в процессе скрафчу, а может быть и нет. Так что пока так. Так, что расскажешь? Ничего не расскажешь. 8 золотых сундуков. Со всеми надо поговорить. Куча диалогов. Но чуть позже уже. Давайте посмотрим карту. Какова она тут? Она не такая большая. Хотя что-то в ней есть, конечно. Ну, типа, вот мы идем здесь. Что-то исследуем. Ну, опять все достаточно линейно. Сюда, сюда, сюда. Тут. Тут изучаем. Сюда идем. Да, достаточно. Все очень прямолинейно. Прям максимально. Вот. Это последняя третья глава, которую мы, безусловно, будем проходить. Но продолжать будем уже в следующей серии. А на этом пока что все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. А мы увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok